Дом номер 25 по улице Провозная удается найти далеко не сразу. Сегодня этот адрес в рейде полиции и соцслужбы единственный. Это старый одноэтажный дом на окраине поселка Запонское. Первыми на лай собак выходят соседи. Там и бардак, что там собираются. И Бухалова там, короче. И я не голодный. Вот я только слышал, вот, которая живет, вот, Татьяна, прямо на углу вот живет. Вот она мне рассказывала. Тревожный сигнал о неблагополучной семье с тремя маленькими детьми поступил несколько дней назад. По делу о краже планшета проходит их отец, которого дома не оказалось. Лен, вот почему такие жалобы поступили, что вы распиваете спиртные напитки, оставляете детей дома одних, все соседи жалуются, вот все, до одного. Я только одних оставляю, когда из воды выхожу. Вот такая информация, что дети неухоженные, неопрятные, не кормленные. Елена Романова уверяет, не пила уже целую неделю и за детьми присматривает. Позже выяснилось, что на мать не троих, а шестерых детей. Родительских прав на двух старших сыновей она уже лишена, они живут с бабушкой. Один скоро пойдет в армию, а второму с трудом припоминает мать лет семь. Еще один сын умер несколько месяцев назад, вскоре после рождения. Его пока так и не похоронили. Елена оправдывается, и дома дело не в проворот, да еще и муж постоянно в командировках. А сколько ребеночка было? Да он только родился. Ну какая разница, живая душа, а? У нас же ребенок. Как же не похоронить-то? В Самаре больше тысячи взрослых, которые не исполняют свои родительские обязанности. За такими семьями пристально следят соцслужбы и полиция. В крайних случаях детей забирают. В таких домах, говорят сотрудники полиции, всегда одинаковый запах грязи и немытого тела. Такой он и на паровозной 25. Семья Романовых находится на так называемом динамическом учете, а это уже без пяти минут лишения родительских прав. Теперь этот дом ждут частые проверки. Если комиссия по делам несовершеннолетних решит, что за детьми нет должного ухода, Елену и ее мужа лишат родительских прав. И в субботу и в воскресенье тоже будут приходить, да? Конечно, в любой день можем прийти проверить. Валерия Макаров, Станислав Левин. События. Валерий Макаров, Станислав Левин. Валерия Макаров, Станислав Левин. Продолжение следует...